Добрый день, уважаемые телезрители. 8 мая, накануне праздника Победы, в Москве состоялось совещание представителей стран Организации договора коллективной безопасности. Это была неформальная встреча, тем не менее, оно было очень знаковое, учитывая развитие ситуации на территории Украины. И вот в этой знаковом мероприятии было таким же знаковым отсутствие человека, который стоял, можно сказать, у истоков, по крайней мере, он представляет себя таковым, у истоков евразийской интеграции. Мы говорим сейчас о президенте Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Почему его не было в Москве, об этом люди стали задавать много вопросов, но, как вы прекрасно понимаете, никакой официальной реакции не последовало. Не та сегодня информационная ситуация, когда можно открыто в Казахстане обсуждать реальные причины вот этого отсутствия. Тем не менее, это не просто какие-то досужие разговоры об аккордиологии, так скажем, о состоянии дел внутри аккорды. Это очень важная политическая вещь, и я думаю, это будет иметь очень серьезные политические последствия. В связи с этим мы попросили прокомментировать всю сложившуюся ситуацию, в том числе в системе взаимоотношений между Россией и Казахстаном, и также перспективы с точки зрения евразийской интеграции, Виктора Харпунова, экс-сакима Алма-Аты, одного из политических инсайдеров Аккорды. К сожалению, в прошлом в настоящее время Виктор Вячеславович Харпунов находится в Женеве, и лишь отсюда имеет возможность делать анализ развития ситуации в Казахстане. Тем не менее, мнение человека, который знает о том, как реально устроена машина принятия политических решений в Астане, имеет огромное значение, и мы обращаемся за этим комментарием к Виктору Харпунову. Добрый день, Виктор Вячеславович. Добрый день, Алексей. Я не сомневаюсь, что вы следили за новостями, и понимаете, что произошло в Москве 8 мая, и поэтому мы, скажем, хотели бы узнать, как вы оцениваете факт отсутствия Назарбаева в Москве? Алексей, да, конечно, я следил за положением дел, и тоже увидел с экрана телевизора о том, что Назарбаев приехал на ОДПБ. Сразу возник вопрос, а почему же он не приехал? Я твердо убежден, что визит заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки в Казахстан как раз был приложен на эту дату для того, чтобы Назарбаев не принимал участие в заседании ОДПБ, для того, чтобы не ставить свою подпись в принятом решении ОДПБ, в Украине в частности. Поэтому все это продумано, Алексей, все это взвешено, но Султан Назарбаев – это стареющий политик, который прекрасно понимает, что в какой-то период Римля не придется расставаться с властью, хотя много факторов, которые влияют на его понимание этой ситуации. Первое, может быть, это состояние здоровья. Второе – это политическое давление со стороны лидера государства, как вы видите, в нем маленького диктатора. Мир, как вы видите, меняется. Сделан, так сказать, железный крем на то, чтобы избавиться от всех диктаторов в мире. И мы видим, как мировое сообщество, пусть может быть в определенных моментах незачем грамотно, продуманно решает все эти вопросы, но мир избавляется от диктаторов, и, конечно, в итоге приходят демократические процессы. Ну, согласен, я не согласен с теми подходами, которые имеют место, но сам факт, мир движется в этом направлении. Виктор Вячеславович, тем не менее, я бы оценил развитие ситуации на этом общем развитии, как, я бы сказал, некоторый ухаб, потому что как иначе можно оценить вот подобную ситуацию? Я перефразирую только то, что вот вы мне сейчас сказали. То есть Нурсултан Абишевич Назарбаев, маленький диктатор, тем не менее, вызывает к себе, пусть заместителя, но тем не менее, госсекретаря США для того, чтобы каким-то образом выстроить контрбаланс своих отношений с президентом России, великим и ужасным Владимиром Путиным. То есть, посмотрите, то есть, как бы получается, еще раз, маленький диктатор управляет довольно великими государствами, их представителями. Алексей, ну сложилась такая ситуация. Я почему говорю, что в отдельный момент я не согласен с таким подходом? У меня есть свое видение того, как необходимо бороться с диктаторами и что необходимо предпринимать в данном вопросе. Вот сейчас сложилась такая ситуация, что ошибочно представляют себе, что Нурсултан Абишевич может выстроить тот мостик или быть тем мостиком, который может способствовать разрешению создавшейся ситуации между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Но учитывая, что вот именно так было спозиционировано со стороны Соединенных Штатов Америки, и происходят эти события. Я думаю, что не диктатор, не великий диктатор Назарбаев управляет, а это еще те действия политики Соединенных Штатов Америки по отношению к Украине, к российской генерации. И вот здесь всплыл, но поверхность диктатора Назарбаев. Я так расцениваю ситуацию. Вот Виктор Вячеславович, вот с моей точки зрения складывается такая ситуация, вот это отсутствие на самом деле придало, мне кажется, уверенность очень четко выраженной группе кремлевских ястребов, которая всегда присутствовала, и которые говорили примерно так. Да что вы мучаетесь с этими, да что вы сацкаетесь с этими людьми с Центральной Азии? На самом деле они ни о какой интеграции речь идет, конечно, прежде всего, Назарбаеве, не хотят. Это все так, занавес, это все такая кулиса. Реально, им нужны какие-то свои четкие бизнесы и экономические преференции. А все остальное, это все так, разговор в пользу бедных. Поэтому не ведитесь на этот разговор. И вот сейчас, после такого долгого разговора о необходимости Союза, такой демарш, да, сознательный, подготовленный, да еще с участием США, которая в настоящий момент для России, безусловно, ну, по крайней мере, для кремлевской части России представляет собой главного противника. Фактически это как измена, так вот скажем. Я не думаю, что Назарбаев поссорился в этой связи с Владимиром Путиным, поскольку прекрасно понимает 7 тысяч километров сухопутной границы между Российской Федерацией и Казахстаном. И очень тесные связи между Россией и Казахстаном так исторически сложилось. И Назарбаеву необходимо искать какую-то поддержку. В лице кого? Соединенные Штаты Америки далеко на другом полушарии располагаются. Хотя влияние их высоко, но в данной ситуации будет играть роль совершенно другие моменты, которые не позволяют султану Назарбаеву полностью перевернуться в сторону Соединенных Штатов Америки и вести свою политику проамериканскую. Поэтому он надеется на поддержку Владимира Путина. Почему я об этом говорю, что стареющий диктатор понимает прекрасно, что необходимо и надо будет уходить, но он боится того, что в любой ситуации, ну вспомните, советское время, Ягода, Берия, другие люди, Бежок, которые выполняли свои функции. Сегодня такие люди есть, и у господина Назарбаеву в Казахстане. Пожалуйста, финансовая полиция сегодня, в Республике Казахстан, прокурор Республики Казахстан, министр внутренних дел, в своем перспективе генерал был, сегодня стал просто помощником диктатора. Поэтому эти же люди все равно будут, и они будут находиться в Казахстане, и все равно народ рано или поздно спросит с этих людей, будет живой горе Назарбаев, и будет ли кто-то у него внуки, правнуки. Все равно народ спросит по всем этим вопросам с конкретных людей, и установит тот жесткий спрос, который и был на примере даже Советского Союза, посмотрите, развенчали буквально все, кто участвовал во всех этих операциях. Поэтому Штан Назарбаев боится этого. Лихорадус, но боится любых оппозиционеров в Казахстане. И он сейчас принимает меры для того, чтобы как можно быстрее все эти вопросы решить, зачистить, прислониться, конечно, к Российской Генерации, нарушившись поддержкой Путина. Если не под наследствием берегать власть, поскольку любой другой президент, который придет в Казахстане, в Казахстане, в Казахстане будет религия деятельности Султана Назарбаева, Елбасы, лидера нации, боясь этого, он, конечно, будет искать выход в этой ситуации. И если не назначать по наследству, то регулируемо управляемого президента, который бы, как в народе говорят, не ковырялся в грязном периоде, в Назарбаеве. Я так понимаю, Виктор Вячеславович, но вот тем не менее в этой ситуации, когда не очень понятны перспективы дальнейшее развитие отношений между Путиным и Назарбаевым, как вы оцениваете перспективу подписания договора, который, по-моему, если мне не изменяет память, на 26 мая назначен? Я убежден, что эта встреча состоится. состоится в Астане, тогда будет подписан тремя руководителями государства, поскольку каждый прекрасно понимает, что объединение в экономическое пространство это благо для любого государства. Одно дело быть с 15-миллионным народом Казахстана и зависеть буквально от всех, кто окружает тебя. или находиться в экономическом пространстве положим 160 миллионов населения и где всегда можно будет отработать правила игры, которые будут приемлемы для каждой стороны, входящей в экономический союз. Так что я думаю, что Назарбаев прекрасно понимает, и он не комикадзе, он примет участие и организует эту встречу глав государств и будут подписаны документы, а в дальнейшем может сам процесс затянуться, каждый будет торговать для себя, выгодно, для того, чтобы каким-то образом получить интерес за счет других участников этого евразийского союза. Это мое мнение, Алексей. Вот, Виктор Ильич Савович, у меня вот такое изображение хотел, чтобы вы прокомментировали уже в общем, в общего порядка. Вот на фоне всех этих разговоров о евразийской интеграции разговор неизбежен, неизбежен, независимо от того, сторонники этой идеи или противники, он сталкивается на такую тему культурной интеграции, там, я не знаю, исторические какие-то историософии, даже бы сказал, появляются некие мистические персонажи типа Дугина, которые имеют очень опосредованное прямо, скажем, отношение к принятию решений в политической системе в России, не говоря уже о других странах, и абсолютно отсутствует жесткий разбор тех или иных экономических и политических преференций, задач, которые могут решаться или не решаться, и опять же, зависит от позиции людей, которые принимают участие в разговоре. И вот в связи с этим у меня вопрос, вам не кажется, что это, как это говорили раньше, тема просто замыливается во всех этих бесконечной словесной шелухи о том, что было там 15 веков назад и там какой-то теория очередной пассионарности, вместо того, чтобы говорить о каких условиях поставки товаров той или иной страны на рынок другого государства. Алексей, бесспорно, эта шелуха присутствует, откровенно сказать, и как можно больше втягивается людей для того, чтобы можно было обсуждать те или иные вопросы, которые происходили в 11, 12, 15 веках и вплоть до сегодняшнего дня. И каждый вытаскивает все новые и новые факты, аргументы, которые позволяют, как вы говорите, замылить тот или иной вопрос и отойти от главного. Но, конечно же, все эти вопросы взаимодействия стран, которые будут участвовать в экономическом союзе, они будут прорабатываться в дворянном формате, в тройном формате. И все эти вопросы должны технически обсуждаться и принимать соответствующие регламенты по разрешению тех других вопросов, которые сегодня стоят. Посмотрите, буквально несколько месяцев тому назад господин Лукашенко очень громко кричал, что если такие условия будут, то необычей нет смысла входить в это экономическое областное Белоруссии еще и не получше. И он уже выторговал все свои как сказать регионы для Белоруссии и получил определенный карл-плаш ременной интервал для того, чтобы можно было и обработать вопросы, связанные с подъемом промышленности Белоруссии за счет тех, которые получают за счет приравности нефти, которые получают из Российской Федерации. То есть главы государств, которые говорили за свое государство, конечно же, обрабатываются эти вопросы, отбиваются каких-то преференций. Поэтому все остальное, Алексей, это, так сказать, обставление всего этого вопроса и натаскивание совершенно ненужных методов, которые в какой-то момент позволяют отвлечь внимание всех людей, к разинтересованным или не заинтересованным в создании и атмосференций. Поэтому все это, если только увидят, что есть определенные преимущества, это вся шелха и улетит, и останется конструктив, но, как вы правильно говорите, необходимо начинать с этой конструктивы и уже двигаться вперед с самых первых шагов правильно и окончательно. Тогда будет польза этого союза. Виктор Вячеславович, вы вспомнили Лукашенко, это действительно очень интересное наблюдение, потому что уровень интеграции России с Белоруссией гораздо более высокий, он-то как раз политический, я имею в виду, имеет место быть союзное государство, ни много, ни мало. Тем не менее, очень мало реальных людей, которые могут сейчас сказать, что Россия поглотила Белоруссию. Более того, как раз скорее наоборот, исторически так говорили, вот Белоруссия очень выгодно использует этот союз и практически навязывает свои желания, свои цели, а Россия вынуждена уступать. Вот как бы в случае с Казахстаном ситуация просто зеркальная, противоположная до смешения, так сказать, когда никакого союза реально нет, никакого там, какого уж единое государство, существуют только разговоры о таможенном пространстве и так далее, но при этом разговоров о том, что кто-то кого-то поглотит, они как бы превращаются прямо вот в центр повестки дня, и в связи с этим у меня вот два вопроса, то ли люди так реально этого боятся, то ли вот то, что мы возвращаемся опять же к этой теме, за всей этой шелухой на самом деле решаются какие-то очень конкретные вопросы, очень конкретных людей из руководства, меркантильные вопросы из руководства Казахстана, чего отсутствует, например, в Белоруссии, несмотря на диктаторский режим, собственно, очевидный Лукашенко. Алексей, все это создается специально, я уверен на 100% по указаниям Фултана Назарбаева. И национальные патриоты поднимаются по указаниям Назарбаева, и писатели, и поэты, и политические деятели. Посмотрите, не успели на Украине прийти новая власть, но Султан Назарбаев высказал свое политическое одобрение ситуации, которое сложилось в Крыму, потому что он поддержал все эти процессы, происходящие там, но вместе с тем премьер-министр Карим Васильев звонит премьер-министр Украины на ценнику и устанавливает отношения, где они будут в дальнейшем обрабатывать вопросы, связанные с дальнейшим развитием взаимовыгодных отношения. Это прямое указание было Назарбаева господину Масимову связаться с Сумиконом и действовать дальше. И одним из факторов, который я сегодня даю покоя в результате Назарбаева, это борьба с оппозицией. Учитывая то, что Назарбаев опирался на российскую генерацию и Украину по отношению к экстрадиции Назарбаева в Крыму и в Казахстане, затем экстрадиции в Казахстан, а одной из главных веков, конечно, была и есть Украина, через Украину пытаются застать Мухтара Аблязова без франции в Казахстане. Но события, происшедшие в Украине, не позволяют сегодня мировому сроку с европейским принять решение. Мы поднимаем и направим господина Аблязова на Украину. Но учитывая то, что у российской федерации сегодня шансов получить Аблязова еще меньше, разрабатывая глубоко идущие цели, он прекрасно понимает, что он в лечении Украины поможет в этой ситуации в мир состоянии, экономически каким-то поддержанием он не может. А вот политически, пожалуйста, премьер-министр отрабатывая вопросы и дальнейшим массивом займется исполняющим обязанностей главной администрации и исполняющей обязанности президента УПМ вопросами дальнейшей запроса на экстрадицию Ухтара Аблязова, которого практически боится Вашунтан называет. Это понятно. То есть вот эти все моменты позволяют мне сказать. это все организует лично Султан Назарбайев. И у него есть свои, ну, если мягко сказать, люди, которым он только дает команду, они будут исполнять все, что он говорит, и потом, в определенный момент Султан Назарбайев понимает, что кто-то перегнул, или в этот момент Назарбайев копает, и прекращает все на самом команды, дальше говорит мне все. То есть все, доведение уже на базе. Назарбайев так, что люди не понимают, но все-таки красно понимают. Я хочу почерпнуть, что придет тот момент, когда народ спросит, почему все это происходило здесь. вот, Виктор Виктор Вячеславович, вы еще вспомнили здесь Мухтара Аблязова, это очень интересно было особенно наблюдать реальную, а не словесную интеграцию, без всяких договоров, которые проводились, в том числе, через реализацию этих масштабных бизнесов на территории России, которые проводил Мухтар Аблязов здесь в прошлом десятилетии, в особенности это ярко было, очень заметно, в Москве, то есть такие знаковые проекты были реализованы, и тогда вообще заговорили о феномене вот казахов, казахских инвесторов, которые приходят, которые делают интересные вещи, и впервые тема вот этой вот интеграции, она стала звучать вне контекста Назарбаева, там, образования каких-то союзных государств, все стали говорить примерно с такой темой, а вот если нужно взять ипотеку выгодную, это там надо идти в БТА, у них самые хорошие условия, лучше всего бизнес-процесс нам важен, вот туда, они первые, они главные, вот это просто реально на уровне повседневности было, а политическая тема, она чуть ушла в сторону, теперь, как бы, когда реальной интеграции практически нет, зато разговоров об интеграции и так далее очень много, и в связи с этим мы опять возвращаемся к теме, которая называется «Что нужно реально Назарбаеву? Интеграция? Или какие-то свои личные преференции?» И в этой ситуации, конечно же, люди, которые, может быть, и реально не понимают ситуацию, но вполне логично, боятся, что Назарбаев просто сдает, он ни о какой интеграции не договорится, он может либо командовать, как диктатор, либо не командовать, то есть, будь, как бы, человеком, который не у власти, и все. Алексей, вы правильно подметили. В этой ситуации, когда политические вопросы вышли за пределы, а во главу угла вышла экономика, и люди стали понимать, что экономические вопросы идут, и помимо политических процессов, происходящих в том, в Казахстане, когда диктатор захватил власть, грамотные и умеющие вести свое дело люди очень уверенно себя чувствуют за пределами Казахстана, например, Москвы, Российской Федерации. Я приведу другой пример, когда на Украине открывался завод производства медицинских препаратов, он туда Назарбаев был в городском Украине, и первый вопрос он задал тем ребятам, которые в Казахстане открывали это производство, почему-то не в Казахстане открываешь это производство, но мы. И когда Назарбаев после дифферендов, которые с Акашвили спел Назарбаеву во время иммурации, я сам присутствовал при этом, мне было стыдно за эту политику президента Грузии, когда он просто болел на эллипс, как я и говорил в Акашвили Назарбаеву, и вдруг весь мир объявил, что сегодня казахам зеленая улица в Грузии, и многие откликнулись на это бизнесмены, получили там земельные участки, наберевались в местность в Грузии, а только Саша Мухаев отлетела, моментально все земельные участки казахстанские бизнесмены забраны, и все закончилось еще. То же самое сегодня мы видим везде, как я сказал. Поэтому Султан Назарбаев никогда не прощает людям, которые вырываются вперед и как-то умаляет его политические достоинства по отношению к другим государствам, он уничтожает их людей, уничтожает их бизнес, и мы это прекрасно видим, воочию, что делает у Султана Назарбаев. Поэтому, Алексей, как мы любим повторять, что политика это есть концентрирование на выражении экономики, для города экономика это есть концентрирование на выражении политики, что одно и то же. Поэтому Агнастан Назарбаев очень хорошую позицию сегодня занял в Казахстане и подготовил Казахстан как единую корпорацию. меня называют Назарбаев когда Назарбаев объектив для развития малого и среднего бизнеса, так вот он преуспел в одном единственном вопросе. Казахстан сегодня это малое частное предприятие для Султана Назарбаева. Вот огромный Казахстан является малым частным предприятием, которое дает сегодня огромные дивиденды для Султана Назарбаева, народ ничего практически от этого не получает. Сегодня Султан Назарбаев обладает Казахстаном как этим частным предприятиям. Но с двумя очень большими особенностями, Алексей. Первое. Все затраты связанные с развитием бизнеса Назарбаева в Казахстане они национализированы. То есть все, что необходимо делать это должен народ тратить свои кровно заработанные деньги на все эти процессы. А вот прибыль она вся приватизирована. Приватизирована Назарбаеву и его семьей. То есть народ тратит все затраты связанные с темным процессом, а все дивиденды и финансовые ресурсы прям золотой левой льются в копилку семьи Назарбаева и лично. Поэтому, Алексей, в данной ситуации конечно же Назарбаеву вижу личные выгоды. А уже следующее пригрытие этого народа в Казахстане чтобы получить положительное дивидендное объединение это уже вторичное. Спасибо большое за интересное очень интервью Виктор Вячеславович. Я ожидаю каких-то очень масштабных событий и неожиданных сюрпризов на этом пути интеграции или дезинтеграции или сдачи или подчинения. И я надеюсь что мы с вами еще сможем обсудить это все в реальном режиме времени. Спасибо. Напоминаю что мы общались по скайпу с Виктором Храпуновым политическим инсайдером Акарды оппонентом Нурсултана Назарбаева который рассказал нам о механизмах возможных механизмах принятия решений Нурсултана Абишевича не присутствовать в Москве 8 мая и о перспективах развития отношений России и Казахстана в ближайшее время и на некую среднесрочную промежутки времени. Спасибо за внимание. Продолжение следует...